всем привет добрый вечер очень рада вас всех видеть наконец-то я здесь на вайкре давно очень хотела к вам присоединиться к изучению торы вместе с вами и вот наконец-то этот день настал мы сегодня с вами поговорим о празднике шавуоте который нам предстоит скоро совсем и этот праздник у нас связан с дарованием торы и мы рассмотрим что было заповедано еще за 5 дней до дарования торы всевышним и какое это было особое предназначение для народа израиля и как это особое предназначение распространяется на лично каждого из нас итак мы можем с вами подумать что тора это только набор запретов заповедей и как бы требований от нас да то есть принципе так оно и есть вот но не в этом заключается ее главная суть ее главная суть заключается в том что это наш главный инструмент который нам дан для чего для того чтобы мы могли исполнить тот самый завет который заповедал нам всевышний через маши и было это за пять дней до того как всевышний должен был дать нам тору это описывается в книге шмот в девятнадцатой главе начиная с четвертого пасука кто хочет посмотреть первоисточник на там описывается то как всевышний говорит маша о как бы о главном завете о главной задачи всей торы и евреев на но только обязательно с комментариями смотрите вот и задача это заключается в том что евреи будут превознесены только тогда да будут особенным избранным народом только тогда когда они исполнят свою главную миссию это исправление мира через тору на то есть говорится что в этом высказывание всевышнего заключена вся вся суть торы да поэтому он еще заранее до додор до дарования торы до всех как бы законов до всех заповедей он как бы говорится что он в этом в этой фразе изложил всю главную суть что она дана евреям для того чтобы они не не для того чтобы они зазнались не для того чтобы они считали себя особенными для того чтобы они не знаю хвастались этим потому что на них возложена особая задача по исправлению этого мира и тора которая им дана это это инструмент который дан в руки народу израиля для для этой задачи для того чтобы справить мир для того чтобы его вернуть в первозданное состояние да в то состояние которым всевышний его задумал да то есть евреи они как как бы как можно сказать как его рабы да как его команда вот но что можно что может что может быть лучше чем находиться в команде всевышнего да в прямом как бы его воздействием но мы с вами чем дальше тем тем больше мы теряем связь со всевышним до прямую если раньше там наши предки были было много пророков до выходили на такой уровень общения со всевышним что ну сейчас нам такого не видать вот и но нам нужен нам нужно как когда нам нужно как-то выходить на эту связь потому что без этой связи со всевышним мы не будем мы не сможем выполнить это свое предназначение и единственный инструмент и способ который был тогда и который есть сейчас это изучение торы и поэтому мы ее принимаем каждый год на себя и и принимаем на себя заповеди изучаем их воплощаемых в жизнь что очень важно да не только изучение тора это отдельная заповедь но понятное дело чтобы изучение без без действия без воплощения но не работает и настолько было важно это настолько была для всевышнего важна эта задача что маша когда ее получил и пошел ее передавать евреям он каждому написано что он каждому лично разъяснял эту задачу на языке каждого еврея до мудрецу он на его языке разъяснял мужчине на его написано что женщине он разъяснял так чтобы поняла ее сердце потому что женщины они воспринимают все больше через эмоции вот но пока маша не убедился что каждый еврей не не в целом народ а каждый еврей не понял пока не убедился что каждый не понял сути вот этого вот предназначение он не остановился объяснять на то есть он объяснял нас чтобы это было понятно каждому и чтоб каждый с легкостью мог интерпретировать чтобы каждый с легкостью мог дальше передать чтобы каждый с легкостью вообще понимал вот эту главную суть и только после этого уже евреи получили тору получились вот законов заповеди только после этого после того как они поняли главную вот эту вот суть и мы должны с вами тоже когда в этом году будем получать втору нашу вот мы должны тоже сосредоточиться на этой мысли что наша задача с вами это это вот глубочайшая задумка всевышнего по исправлению этого мира и понять как это делать потому что ну легко сказать и исправьте мир дорогие евреи вот вам пожалуйста задачка и нам 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 очень сложно это понять особенно в нашем поколении но поэтому каждый год мы получаем тору каждый год мы ее заново изучаем и через изучение торы происходит приходит к нам понимание почему потому что тора она сама по себе это это истина мы живем мы живем постоянно в полностью необъективном мире мы сами необъективные там наши друзья не по отношению к нам наши родители мы всех не объективны и мы все видим мир все время искаженно и только изучение торы она нас немножечко постоянно сдвигает пытается сдвинуть в сторону истины потому что ну тора это когда как как такое обнуление то есть это абсолютная истина абсолютная объективность и изучая ее мы приближаемся мы не можем полностью быть объективными но изучая ее мы приближаемся к вот этой объективности к истине и и когда мы к этому состоянию приближаемся мы видим начинаем видеть суть лучше да может быть вы замечали что после того как вы посидите на ком-то уроке торы или после того как вы сами поизучаете что-то у вас происходит такой ну как как такое ну можно это назвать душевным подъемом можно это назвать каким-то очищением то есть вы начинаете немножко видеть по другому ситуацию может быть о которой вы до этого задумывались или вы начинаете по-другому немножко смотреть на людей или там на человека какого-то конкретного может которым у вас сейчас не знаю конфликта то есть она тора она как бы она меняет и неважно неважно даже что вы учите и и как она просто на вот на определенном уровне она сдвигает вас в сторону истины так вот важно понимать что помимо того что это сложная задача лежит на еврейском народе так еще и эта задача лежит лично на каждом из нас почему почему маше так пытался яростно донести до каждого эту идею потому что каждый выполняет эту задачу по-своему каждый приходит к этому исправлению мира по-своему потому что душа каждого из нас как вы знаете она спущен в этот мир с его определенной задачей с ее определенной задачей и очень важно помимо да вот общей общего понимания задачи еврейского народа очень важно понять свою задачу в этом мире и это тоже то что было заповедано нам еще за пять дней до дарования тор и то что является важным то что является как бы всей сутью главной сутью тор и это понимание нашего личного предназначения в этом мире нашего нашей личной задачи каждого из нас потому что иначе наша душа не была бы спущена в этот мир и когда приходит это понимание и осознание того что наша душа каждого душа имеет особое предназначение то и принятие тор и происходит по-другому и вот этот трепет когда слышишь 10 заповедей он совсем по-другому ощущается в сердце потому что ты пытаешься в это вслушаться и понять в чем моя задача кстати очень очень-очень-очень настоятельно советую каждому у кого есть возможность понятно что сейчас связи с коронавирусом это сложно не во всех странах возможно но пойти обязательно послушать на иврите в шоу от 10 заповедей до 10 речений неважно понимаете вы иврит не понимаете это просто такой ключ до который пробуждает нашу душу и инструмент к пониманию личного предназначения каждого он такой же как и инструмент к к раскрытию предназначения всего еврейского народа инструмент 1 это изучение тары на то есть только это почему это потому что только тора только ее изучение нам дает связь со всевышним никакой мы никак по-другому сейчас в наше время мы не можем установить эту связь только через тору и через конкретные действия которые тора нам говорит делать только так устанавливается вот этот вот вот эта невидимая связь и мы ощущаем его как бы направление что он нас мы мы это можем ощутить через людей мы можем это ощутить через обстоятельства но эти люди эти обстоятельства приходят к нам только тогда когда мы занимаемся изучением тора что мы сейчас с вами делаем вот но важно понимать что эта задача лежит лично на каждом и в этом случае невозможно отделаться коллективной коллективным как бы разумом да и сказать вот мы все вместе еврейский народ это сделаем нет каждый должен раскрыть свое предназначение в этом мире и сейчас мы с вами разберем да вот то есть мы как бы сейчас поговорили так достаточно абстрактно это очень действительно сложно понять просто через изучение торы на нашем уровне мирском сложно прийти к пониманию своего предназначения кому-то удается кому-то нет да поэтому поэтому у раввины нашего времени они них есть инструменты заготовленные как как человеку помочь все-таки понять что что ему нужно делать в этом мире какое его предназначение какая его задача в чем его сила и один из таких раввинов современности это раф акиватат он живет в лондоне очень такое известный англоязычный раввин и он дает очень простой но очень такой знаете действенный инструмент может быть вы об этом слышали и инструмент заключается в чем что вы должны нарисовать на листе бумаги круг или не обязательно круг можно просто сделать список но он приводит круг до нарисовать круг и вписать в этот круг свои основные сильные стороны свои черты характера свои ценности свои какие-то принципы по которым вы живете да то есть по сути внутри этого круга описать себя после этого за кругом написать все качества навыки черты характера и так далее и тому подобное которых у вас нету но которые вы бы хотели приобрести которые вы хотели бы чтобы они у вас были и что важно важно то что зависимости от того в каком возрасте вы находитесь если вы в юношеском еще возрасте да то вы круг свой можете оставить приоткрытым из вот этого внешнего круга где вы написали какие бы вы хотели иметь еще качество навыки и так далее и тому подобное вы с него можете перетаскивать свой внутренний круг и пытаться их как бы туда добавить вписать на себя примерить но очень важно что что говорит рафа киватас что очень очень важно в какой-то момент обычно это момент когда уже наступает зрелость да то есть у кого-то это не знаю 20 лет у кого-то это в 30 у кого-то это может и в 40 да но очень важно в какой в этот момент зрелости этот круг закрыть закрыть и все и все что осталось за кругом как бы вам не хотелось эти навыки и качества добавить себе внутрь все они они остаются за кругом и вы больше их не трогаете вы берете то что у вас внутри и вашего круга то что у вас внутри и так это и есть вы и стараетесь теперь всю оставшуюся жизнь стать лучшим специалистом по тем качествам которые написаны внутри этого круга потому что если вы не закроете этот круг вы всю жизнь будете распыляться на разные вещи но вы так и не не углубитесь и не поймете глубокой сути до глубокой такой истины вашего предназначения потому что только только закрыв этот круг и только углубившись и и как бы начав постоянно бить в одну точку постоянно улучшать именно те качества которые находятся внутри этого вашего круга только тогда вы раскроете свое свое истинное предназначение и еще один момент что когда вы вписываете качество эти на ли там ценности навыки в этот свой внутренний круг важно их проверять действительно ли это вашим и тоже есть инструмент как их проверять например вы вписали в этот внутренний круг то что вы человек там системным мышлением с аналитическим мышлением и вы должны посмотреть на свою ежедневную жизнь лучше вообще на свою бытовую жизнь вот на свою бытовуху как вы каждый день живете что вы каждый день делаете и если вы каждый день там встаете у вас там четкий распорядок дня у вас все раз там все в системе в этом утром делаете это днем это вечером это и как только происходит какой-то сбой вам становится не по себе тогда да действительно вы можете вписать то что вы человек системным мышлением но если вы пишете что у человека системным мышлением но при этом ваш день больше такой хаотичный творческий вы зависите от настроения вам нравится делать то что вам хочется делать сейчас да то есть вот такое то тогда вы должны понимать что системный человек это не про вас и возможно это что-то что вам когда-то навязали что вот и системный человек человек системным мышлением или может быть вы сами себе это навязали потому что вы когда-то хотели таким быть но важно понимать что то что то что вы уже родились на самом деле с теми качествами которые вам нужны для реализации вашего предназначения вам только нужно их раскрыть и углубить и поэтому очень важно те что не ваши их отсеять и не пытаться их на себя натянуть иначе вам будет очень сложно вот такие вот пару инструментов которые вы можете помимо главного инструмента изучения торы на просто просто изучение торы она нам нам как я еще раз повторю она нас просто выводит к истине да она нам дает объективность она нам дает вот это связь со всевышним который нас возвращает к тому пути которому он нас сюда послал идти чтобы установить эту связь чтобы понять этот путь нужно изучать тору но также важны вот такие да какие-то практичные инструменты которые мы можем до взять немножечко себя проанализировать и и понять где мы что мы и и и кто еще может быть не закрыл этот круг попробовать его закрыть на если уже время пришло и и и углубиться вглубь вот так что я думаю на этом мы сегодня закончим я мы сегодня с вами рассмотрели очень важную вещь это то вообще главное предназначение которое было дано евреям еще до дарования торы всевышним и то что это предназначение дано каждому из нас лично и что нас наша задача его раскрыть в этом мире рассмотрели инструменты какие-то практичные как это можно сделать надеюсь вам это поможет как-то вас вдохновит и я вам желаю хорошей недели и хорошего праздника живота принятия торы в общем всех 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 доход и до встречи удачи удачи